вход в зал и здесь была мужская раздевалка а про ригби что расскажешь ригби тоже ничего пришла попробовала мне не понравилось ужасно это была странная атмосфера просто пойду с флажком короче полторы селедки стоит полтора рубля сколько стоит селедка всем привет с вами снова самый лучший подкаст о регби о спорте о людях по мнению меня василия артемьева и моего соведущего мы снова с вами с друзья значит у нас снова два прекрасных интересных в этот раз еще и красивых и сексуальных гостя позвольте мне их представить кирилл своего позволения исправлялась наша первая гостья перебралась из солнечного воронежа в хмурую москву когда она выбирала между рэгби и самбо самбо показалось ей слишком мягким видом спорта на первую тренировку по регби она буквально выходила из шкафа о чем она нам расскажет единственный она единственный член мужской сборной россии по регби кому можно прилюдно сделать комплимент и на тебя не будут после этого странно коситься а еще это та самая охеревшая флажком про который я тоже расскажу та самая охеревшая с флажком помощница и при этом полный антипод начальника команды зорика борисовича масандилова прекрасная ксения гетманова приветствую тебя наша вторая гостья она же натаха морская пехота ну а так она во всех кругах она известна как чемпионка европы в составе сборной россии по регби 7 одна из лучших рэгбисток россии который начинал свой профессиональный путь в красноярском до красном яре а ныне защищает красные синие цвета московского цска не менее прекрасная наталья волкова если что дорогие друзья молодые люди особенно молодые люди особенно молодые люди особенно мы пропагандируем тут правильно приветствуется до рассказа у нас есть прекрасные свободные девушки вы сейчас девушка девушка свободных много но сегодня с нами одна девушка поэтому мы с ксюши начнем диалог ксюш расскажи в двух словах как тебя угораздило попасть в такой ну не совсем женский вид спорта как рэгби ты уже об этом говорила я уже об этом читал но большинство из наших зрителей и кирилл ни черта об этом не слышали поэтому расскажи пожалуйста я поступила в мифе там нужно было выбрать секцию для занятия физкультурой чтобы получать зачеты и так далее а какие были на выбор легкая атлетика самбо регби баскетбол ну туда нужен был разряд и на легкую атлетику нужен был разряд и всякие женские та аэробика и так далее которые куда я не хотела идти потому что 9 лет до этого занималась больными танцами и мне хватило по горло я думаю выбрать между самбо или регби думаю ну скажу все-таки на самбо посмотрю что там зашла в мужскую раздевалку повернулась думаю пожалуй нет и лучше побегаю под дождем и все это как ты попал сразу мужскую раздевалку а там просто она вот сразу как бы вход в зал и здесь была мужская раздевалка меня девочки я мужскую раздевалку всем добро пожал на самбо это теперь тренер в мифе с кем убегали под дождем как разница не будем аксюш но ты говорил почему-то я сказал про про шкаф там была история со шкафом у нас была потрясающая раздевалка мы заходили там такие ужасную ну тренажеры обшарпанные не знаю им лет 40-50 наверно раздевалки были тренажер ну да здесь стояли лавочки стол для парней а для девочек просто стоял вот так шкаф как бы которая разграничивала пространство да и мы просто переодевались за шкафом и выходили кто истории прохождение через шкаф там реально просто метр на метр я не знаю как мы там помещались втроем это было потрясающе когда все приходили как-то переодевались и выходили все условия созданы для занятия прекрасно нам кстати нравилось мы были в восторге первый контакт как ты вообще хорошо наташ давай заполним некоторые пробелы в интернете не так много что можно найти найти просто не фамилию я нашел о тебе в интернете я сказал в представлении нет правда я за я помню что ты много лет играла за красный я защищал цвета красного яра завоевала награды вместе с красным яром да но вообще расскажи вот как ты попала о это интересная история меня позвала только ради таких да мы тут и собираемся кости танков я бегала в манеже занималась легкой атлетикой в гости танкова привет легкоатлет видишь в манеже в красноярске он увидел что я там бегаю позвала меня на тренировку горит приди попробуй вот и бегала телекатлетикой да какие-то спринтер стаер 400 с барьерами хер узнает посередине посерединке вот пришла попробовала мне не понравилось ужасно либо раз чего нет контакты нет мне интересные вопросы шутил постоянно я не понимала вообще никак я реально не понимаю как пример шутки хотя бы одной шутки не помню но могу загадку загадывал полторы селедки стоит полтора рубля сколько стоит селедка просто да в ответ мы короче комментариях победитель получит приз нет победитель получит приз ответ отгадки 2 помнишь когда ты знаешь почему сюда приехали ответ будет даже то есть тебе не понравилось вообще абсолютно эти спорта никак это была странная атмосфера просто и вот говорю кости попробовал попросила меня чтобы попробовала снова я уже пришла на тренировку к нему не задачах это было ли день за тело про спорил на втором 3 шапку мнение в принципе так и набирают девчонки девчонки в рыбе не приходит за 100 процентов практически они это все это спорт такой поздний калию квалификации как это называется спецификации до поздний сколько тебе был этот момент мне было 17 17 понятно но ты что у была в сборной там красноярского края была специализация вспомнил я не тупой ты была в красноярского края у тебя были какие-то там на успехи уже на поприще на легкой атлетике да я была в сборной красноярского края были были у меня были я выполнила мастера спорта и поняла что дальше двигаться я уже вряд ли смогу в этом направлении но это такой спорт который нужно отдаваться прям полностью прям с головой то есть ничем кроме этого не заниматься но это я так отличаться это коллектив это команда это дружба а там вот и один и сам собой наедине с собой это тяжело особый склад нужен характер да да чтобы заниматься индивидуальными видами спорта ты в неделю в ну вот легкой атлетикой занялась в раннем возрасте ну да я примерно в 12 лет начала бегать бегать а котлетики то есть 17 лет ты была что типа мастер спорта все хорош да я никуда бегать принципе не собираюсь нужно что-то менять зарабатывать деньги как-то помогать родителям и все и двигаться вперед да но и спорта уходить не собирался при этом дела нет как долго прошло 1 2 3 тренировки и когда ты уже выходила на поле в основном составе это было очень быстро я просто 6 человек был я пришла подписала контракт ну то есть я пришла и сразу подписала контракт мне не не дали выбора в принципе не сказали вот хочешь заниматься подписывай это было ее сразу бери на пять лет очень хороший ход был 13 летняя ну да подожди как она не имела подписываться ну ладно это отдельная история юридические уроки от кирилла кошак смотрите дальше на нашем канале вот сейчас рассмотрим как раз контракты и в 2013 году был кубок мира на лужниках и вот тут я уже играла за сборную латвии играла чемпионат россии у нас тоже проходил параллельно женский турнир эти даже больше скажу мы наверно с тобой на как на полях на этих месте играли я тоже раньше я звали оксана она сменила сразу после губка мира вот это наверное был мой первый выезд не наверное точно был мой первый как сыграл тогда красный я не помню но ты помнишь все мои первый матч до 1 меру попытку с дагестаном не донесла мяч до зачетки знаете там это линия которая есть я туда приземлила и нормально себе побежал и счастливая была уф перепрыгивала через а по не сказали не донесла даже из барьера прыгала три шутки мне приходится объяснять в общем первый турнир прошел в тринадцатом году в результате в сборную ты попала мне сразу же увидели и позвали и получается в 2000 по моему тринадцатом году я уже играла за вторую команду сборной тренер кто был вороновский пол шанс ксюш ты за сборной россии не играла нет я за них только болела с дагестаном ты тоже не играл за сборной мяки в чемпионате россии борьба 7 на кубке мира а с кем играла ксюх кому-то тащил играли друг против друга на спартаке играл на спартаке я за сборной москвы а потом она приехал да ну нахер пойду с флажком короче и пошла в судейство пошла судить и вот тут был момент я будучи тренером женской команды цска но и в любительском поступлении когда мы играли на федеральной лиге ксюша судила была боковым арбитром и я так парень экспрессивный выходил все время за рамки она бегала она бегала поставил кирилл иди пожалуйста да из брючка хиревши бегать не с флажком машет и все невысокого роста кроссовках не на кабугах флажком у тебя толкает и все у них пора стурить пора постоянно чутко хиревши и же говорил пожалуйста не говорил конечно не ксюх на самом деле в тот момент была одним из таких самых отзывчивых людей у них было можно было что-нибудь спросить она не отвечала никогда в принципе спросить можно было почему решила перейти судействует ну почему пришел такой перелом изначально данным действие просто чтобы получше узнать правила и ориентироваться на поле как игрок и пошла девчонками за компанию на курсы пассажа берзину это ли не хватало не всегда кириллу вот если бы он пошел когда ты давно учиться судейство возможно вот ну и просто там свободное время там начиналось детей ну просто по приколу как раз получше узнаю правила и так далее параллельно играла там на федеральной лиге и так вот а потом как-то закончила играть и еще играла мифи но я из мифи ушла и тренировалась у иванова на федералке а вот но потом как-то призер на были каким-то чемпионами чемпионами были вот и потом просто стало тяжело совмещать учебу и постоянной поездки в перловку и тогда где-то два с половиной числа занимала мутический район да да неплохо шерки туда географию москву отвечать не дублять зеленоградское чудо вот но и стало тяжело поэтому я закончила играть и перешла просто волна полноценное судейство да и сколько ты там просвистела года три нормально ну да самый твой большой турнир где ты отработал судей женская трофе в загребе международными не шутя вот так вот загребе был вообще я да все по этим ты не был на потом че как произошло так вот что типа это все на вид объявления судья в перспективе только что из загреба нет просто пришла хочу выбирать там вначале работала с корочкиным по детскому как интересно написано про ксюшу на википедии википедии читал википедии про ксюшу ну давай я просто про себя читал а потом на ксюшу пришел там одна самка буквально было написано так что руководство федерации обратила внимание на как все сложилось я прилетела в краснодар в марте и там должен был проходить матч россия грузия как раз и в общем попросила билету маркова сергея как раз и но поехала к стадиону чтобы забрать билеты а он мне говорит как раз есть подарок себе на 8 марта пришло приглашение на загреб как раз на рогби европы ну да начиная готовится говорю супер как бы вот он в этом чемпионаты женские в анапе были там два тура и так далее говорю мне нужно отпрашиваться с работы и так далее как-то надо попытаться он горит ну попытайся вот ну и как-то в процессе турниров виды но я работала просто помощником логиста там и последний как раз курсы в мифе у меня были ну и все просто в какой-то момент я говорю ну надо сейчас на следующий тур опять отпрашиваться не знаю получится или нет и мне ванны глиб глиб бабкин просто говорит забей просто переходи к нам федерацию я говорю так можно он говорит работой все просто работа наташ к тебе вопрос тоже ты как ты попал федерацию как ты попала к нам в москву я посмотрю москву я очередной раз отмечают не знает как получилось вообще в принципе переход осуществился почти инициативе долго ли думал над этим сам саныч алексеенко кто не знает он и вовсе тут не знает мне поступало несколько предложений с разных клубов все уже знали что у красного яра небольшие проблемы финансовая вот и поступило несколько предложений одновременно от таких чоколова предложения красный ярый не сей красный ярый где она была герем я знаю это было шут енисей краснодар вот приглашали меня и с позвонила мне сам саныч говорит что перспективный клуб новый клуб я там тренер а мы как бы уже а ты сам сам очень искал сказать заочно знакомы были я видела как он тренирует он был в яре год два года больше не точно чтобы не было там сан саныч извинись не точно просто ты потом поправишь нас при встрече сколько раз сколько ты был в красном яре вот и интересно мы сан санши были знакомы я видел как он тренирует заочно за очень вот я поговорила со своими девочками кого тоже пригласили мы так как будто не знаем друг друг про друга вот обсудили все и решили что он смеется спустись да ну чё ты куда что все таки цска все дадим в общем-то ну рискнем да потому что это был еще риск клуб еще да 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 новые такие тем более такой перспективный тренер как уже не было меня это ушел у меня нет там уже не было никого уже на любительский уровень осталась 2 команды такая любительская была команда была я тренировал по моему ключников да игорь или нет но игорь генирова они пичугин уже пичугин да она есть до сих пор и и наташка в ней там сейчас я шучу где приняла такое решение ты приняла такое решение в общем окунулась переехала сразу да страшно было вот страшно так тяжело выходить из зоны комфорта просто ужас но это чем зон комфорта то что типа ты привык город а тут типа большой мегаполис принципе можно дам семья ближе друзья товарищи любимый клуб как бы это мой первый клуб и очень тяжело переходить это ну прям была прям такая надежь сколько шага диков на тот момент был уже боль двадцать четыре а уже семь лет то там когда то есть полностью совершенно ведь не встретил с этим клубом нормально понятно что тяжеловато но эти не предлагали там блин ну потерпи чуть там сейчас перебьемся нормально ну конечно передадим артемиев в цск нормальные бабки появится конечно не таки говорили предлагали нет не буду подписываться все по эту другую в другу не но иногда согласись иногда спортивной карьере спортсмену следует развивали извинения только изменения просто изменения на нее они могут дать новый какой-то виток дать новую мотивацию вот поэтому я переехала у тебя это тоже было в голове да да тебе может быть и нужна новая там эти вода потому что да очень долго варилась я во всей этой каши и подумала что я тут наверное пропаду и поэтому надо смело и решение спасибо сан санычу за это как принялись как команда принял команда пушка вообще у нас мы мы все друг с другом знакомы все конечно из одного мига просто другой приехал в пляж с кем-то играла в семерках пятнашки вы были знакомы с большинством девчонок из разных клубов до из разных турниров пересекались и в общем-то ну и папа сборной таковы с кем-то из них да и с семеркой и с пятнашкой то есть мы все вместе все знакомы да поэтому было очень легко а как ты ты до этого с сан санычем не работала как тебе вот этот то что с ним никто не работал а он же не ровно точно я просто запамятовал потому что он тренировал нас в регби-семь и в сборную все время этого тогда еще в сборной по регби-семь был то есть мы много с ним меня утренал пара через семерку пересекались кирилл он позвал этот алмаз неограненный копал гигантский 120 тысяч на каратный алмаз и копал но так и не было достаточно времени его ограничить я передумал передумал быть не не любишь катя огранили ранее дарусы и высокий мужчина как мы как не позовем соли цветкова туда и мы расскажем наконец эту историю как завершился карьера в сборной россии не начавшись не начавшись такое бывает ну и как тебе вот кстати как как тебе тренер алексеенко работая с тобой ты можешь сравнивать с другими тренерами которые в принципе с женскими командами до привыкли работать тут приходится он саныч новая команда новый коллектив еще и девушки все как его подход к работе просто мальчиком и займ его подход к работе достаточно жесткий по к вам он тоже он ли он бывает мягким бывает жестким какой он нас держит прямо в строю и не шага назад и шага право влево у него такая дисциплина армейская но на это у нас есть валерий игоревич который помягче помягче да они когда тот который хороший полицейский плохой 1 к пичугин как а он с с к 2 работает он никого он вас вообще на пятнашку родим как-то с вами там тренировал да помогали игоревич это который тренер с казахстана приехал правильно но они с алексеенко они очень много в тандеме да вместе хорошо дополняют это точно там где сан саныч палку перегибает он обратно ксюш но у тебя как сан саныч вообще как тренер другой вопрос что я ощутилась потом ты считал с федерацией на этом закончил зашла мужскую раздевалку там ты занималась детскими командами да организации там детских праздников праздников рэгбирных праздников понятно кирилл просто работал в федерации рэгби в этом где-то работал комитете комитете по вооруженным силам развития рэгби примерно все же а потом потом знаменитый знаменитый переход тверской на пушкинскую но мне просто предложил вначале гриша малютин уйти в женскую сборную и параллельно зорик борисович предложил выбрать хантинг началась была щас как а как витцам помнишь буря кавказской пленнице не знает какую сторону я так чуть-чуть подумала по тебе больше нравились мальчики чем девочки ты пошла там еще кубок мира как бы планировался я тоже она немаловажно смотрела как бы они неплохо играют и может быть не будешь еще на одном тяжело было влиться в эту работу сразу после твоего перехода вот именно с такой но обычной должности федерации организаторской на такую прям работу в команде у тебя еще начальник такой попался жесткий у нас тут был недавно да 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 не заставлял ты вино пить прямо из рога давай проходи крещение какой-то период прошел именно когда ты была помощником логиста потом ты устраивал детские праздники рыбины за полгода сколько прошел год ну я повторю вопрос трудно было вливаться именно в мужской коллектив конкретно мужской коллектив нет но они так приняли хорошо мало разговариваем а потом когда уже почувствовал немного свободнее ну ёптвою мать наконец начала так по строку по строку ну это как бы по делу не по делу недавно и посадочные не знал на кубке мира в японии про тебя написали целую статью на официальном ресурсе ворлд регби брали интервью для этого ресурса расскажи пожалуйста про что шел тогда разговор и прибавилось ли у тебя подписчиков в соцсетях нет не прибавилось они просто не выставили твой инстаграм видимо в статье ну прошел это но просто это кирилл ты ничего не читал скорее всего поэтому я просто начну что на официальном ресурсе ворлд регби про ксюшу вышла большая статья интервью про ее работу сборной россии подготовка кубку мира и в общем такая пропитанная такой girl power было стать мне показалось да потому что у них есть специально даже сайте по женщины в регби именно и они посвящают разные статьи постоянно женщинам из разных стран кто там чем занимается какой вклад вносит в регби именно ну именно в регби да и как раз они узнали что есть женщина сборной россии и решили также сделать интервью со мной просто спрашивали как ваша работа ваши планы какие как вам тяжело не тяжело что нравится на кубке мира ну такие банальные вопросы он очень нравится в конце статьи ксюша сказала надеюсь что моя история за мотивирует других женщин пробовать себя в таком мужском спорте кстати после помощниц девочек статью советкова сейчас администратор маша они все-таки посмотрели отчеток можно берегова на помощь играл да 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 они просто еще раньше очень сильно завидовали зорик борис еще думали он какой-то избранный молоденький девочек приводит давайте наташ первое выступление когда впервые одела майку центральной спортивной клуб армии какие-то были такие ощущения необычные после бело-зеленый было необычно не могу описать это твоя первая смена клуба по факту да да получается но я чувствовала себя как будто вот просто приехала на сбор в сборную ну то есть как-то было более так ответственно что ли чем предыдущий клуб а так срать вообще на таки очень отличный матч получился с испанками наборик чемпионат европы правильно было мы ведь наш все отчетливо слышали ее три слова к три буквы которые употреблял с банками семерки или пятнашка пятнашка даже не играли все натаха четче всех говорила букву слов на букву б отчеты было слышь после паса снежана кулькова все каждый раз а снежана играл девятых десятых играл да и постоянно прибежал до хидать она пинат 15 или пятнадцатого играл ты на краю туда играл хотя мы помним не особо последовало все да как же ты чем снежану сейчас учатся поставить хочется к слову о соперницах наташ расскажи про самых жестких спортсменок рэгбистов против которых тебе удавалось сыграть с кем ты сталкивался еще на рэгбийном поле кого-нибудь вспомнишь какие-то сборные которые прям вот играют прям беспринципно на самом деле не особо много играл но вот наверное испанки испанки да они такие какие-то виртуозные очень но при этом вкладываются там и в захват и да и мощные большие просто мы по сравнению с ними как детки а как вообще семья относится к тому чем ты занимаешься таким достаточно такой вид спорта все таки это не бегать 400 с трамплинами все таки уже бегать по полю 70 на 100 с препятствиями в виде спортсменок да в принципе спокойно у меня поддерживают да спортивная семья да мама играла в баскетбол и бегала на хорошем уровне понимаешь что такое подготовка понимает но это дорогого стоит к твоя семья может понять чем-то занимаешься не так вот ты же там люди вон ходят в зал каждый день это я через день я имею ввиду каждый день в час люди три раза в неделю ходят зал а ты типа спортом занимаешься люди каждый день ходят в ашан и меня чуть не сбили костереновки шел в зале никого стоите а в ашане 8.30 меня чутки мешками не захерачили ну реально все в автобус утром заходил спасибо большое автобус я утром не заходил это такая адаптация как в москве идет я привыкаю детей своих отдадите в спорт в наш любимый честно наверное даже через пять лет можно переобуться девочка да 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 можно переобуться я как раз думала в начале девочку куда-нибудь на легкую атлетику чтобы она учила потом она в семнадцатом а потом отправились на связь красавица абсолютно потому что мне кажется легкая атлетика это как королева спорта и она дает такой каркас хороший для всего до база вот поэтому да я бы отдала но что такого мне кажется любой спорт травмоопасные по-своему не меньше травм в той же самой легкой легкой атлетики хотя там вроде как что такого по дорожке бежит и бежишь даже не хотите ваши дети были там врачами технологами каким-то инженерами сами решать на сране все может 12 лет на хоккей вазиска мама какой хоккей нахрен я барбершопер главное да главное насильно не заставлять заниматься ребенка чем-то можно чуть-чуть так направлять кирилл тело два пацана подрастает враги я чуть их направляют палками аккуратно в эту сторону не ходите счете я прошу прощения перебил пальцем не показать какая-то такая интересная история связана вот с 30 мужиками на каких-нибудь может быть сборах может быть на каких-то вы а может даже с регби перед каждым матчем нашей раздевалки чего делает какой забавный эпизод жизни просто мы знаем забавный эпизод на них рассказывает в какой-то культурный какой-то культурный какая-нибудь chahahaha кр glimp а какой культурный рассказ accusing культурных мала давайте начнем с обязательно с бескультурных sex любой ваше нет вспомни может быть какой-то неловко сейчас я напомнят может мы в какую-нибудь неловкую ситуацию попадала. Может быть, это было просто на выезде, за границей. Я, честно говоря, сейчас не могу ничего вспомнить конкретно, потому что у меня своих ситуаций хватает. — Не могу вспомнить, что-то конкретно связано с Ксюшей. — Первое время, я понимаю, первое время ты пришла в сборную, ну, адаптация все равно, хочешь не хочешь, она проходит. Какую-то неловкость ты ощущала перед игроками и так далее. Может быть, с этим что-то было связано. Я просто, я вот так накидываю, чтобы может, твою память немного простимулировать. — Давай пока, Наташа. — Отлично, вернемся. — Я пытался. — С вами очень легко. — Берем интервью. — Легкий подъем. — У вас был какой-то план, вы его придерживались? — Да. — Руководство представит тебя? — Нет. — Были моменты, когда не приставали, а наоборот, ходили слухи по федерации, они просто обсуждали там что-то такое. — Серьезно? — Вот. — Кто же этот загадочный чиновник, который распускал слухи в отношении нашей Ксюши, а? — Заставим это. — Зорик Борис. — Зорик Борис. — Нет, он как раз слухи не распускал, а он их, наоборот, слава богу, закрывал. — Закрывал? — Говорили о том, что ты попала с кем-то. — ФРРР через рынок. — Да. — Через торгуя. — Через торгуя. — Торгуя. — Не, Зорик, честь отстаивает Ксюшу. — Да. — Не рождал, что ты в СССР попал через что-то? — Нет. — Наташ, напомни, пожалуйста, связана ли с тобой та удивительная история, когда в инстаграме тебе один из молодых поклонников писал о том, что, может быть, встретимся, либо увидимся. И ты ему как бы ответила, ну, если это не ты, просто ими поправь. Ты так морщишь глазами, это ты была? Или нет? — То есть была ситуация, нет? — Закончилась просто. — Наташа, 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 да, да. Наташа, ну, может, ты сама и расскажешь. Писал какой-то поклонник в инстаграме, она ему ответила, типа, там, парень, камон, типа, все нормально, у меня, то есть, в принципе, все. Я на ответ написал, типа, что, охеревшая такая, что я что-то звездой себя почувствую. Тут в таком формате не было. Извинить, пожалуйста, это была не Наташа. — Ну, может, другая какая-то Наташа. — Другая какая-то Наташа была. — Кирилл этих Наташ, что ли? — Ксюш, время не могу уже больше тянуть. Давай какую-нибудь историю. — Ну, нету истории. — Вообще никаких. — Я вообще плохо рассказываю историю. — Ксюш, ты ездила в World Rugby, проводились семинары по повышению квалификации менеджеров, судей, тренеров. Ты туда ездила тоже, вот, наши делегации из России. Расскажи, вообще, как это проходило. — Вот эта история закончилась. — Может быть, там было что-то интересное в этом поездке? — Нет, я ездила только на курсы по судейству. — А, по судейству вы ездила. — С Максимом Дерским. — Да, кстати. А по менеджменту они проходили из-за коронавируса онлайн. — А, онлайн проходили. — И мы занимались, да, с ними. — Ну, как ты пиджак своего Центуриона получишь тоже онлайн из-за ковида? — Запомнил, да? — Я пойду поплачу. — Мы тебе твой вручим, Вась, не переживай. Девчонки, вокруг женской... — Охеренная история сейчас была, как она ездила. Я вообще в принципе, я что-то прослушиваю, или просто это была? — Просто... — А то, что Ксюша... — А ты хочешь вообще, в принципе, в магазин? — С Максимом Дерским у нас ездил. — Может быть, там что-то слышал. Может, там что-то не перевелите неправильно, и все. — Рассказ, когда направился и стол держать двумя пальцами, зажимайся. — Каждый шесточек должен быть интенсивным. — Можешь нам рассказать о новых видениях вот этих, которые сейчас 1 августа? — Нет, сверху. — Вот сегодняшний час весь мир играет по новым правилам рэгби, которые от этих 5 новшеств или... — Возможно, этот подкаст выйдет в середине августа, там, где-то в конце. — А может быть, в сентябре. — С 1 августа. — С 1 августа. — А сегодня день ВДВ. — А сегодня уже второй. Ты даже тут на косячах. Ксюш, были ли какие-то моменты жуткого недопонимания за границей? Или ты всегда находил общий язык с, там, не знаю... — С представителями отелей, с представителями других команд и так далее. — Вот в Испании сейчас была занимательная история, когда нас хотели посадить всех на карантин. — Была, была. — Вот. — Мы уже сидели по номерам. — Да. И после этого мы вышли снова... — Да, у меня, кстати, как будто, знаешь, гринзон, вещь, и меня пускали везде. — Она заперли дня на 3 тогда, точно. — Да, и там были проблемы то, что кто-то когда-то пытался выйти в магазин, они говорили, «Всё, мы сейчас будем вызывать полицию», приходилось с ними как-то договариваться, даже до такого доходило. — Ну, как-то договариваться. — А потом у нас обнаружили ещё один ковид, и они, ну, думая, что мы тренируемся по группам по 5-6 человек, как мы им говорим, да-да-да, именно так, они говорят, назовите трёх человек, четырёх, кто с ним тренировался, потому что они тоже должны быть сидеть на карантине. — Изолированы. — И я там просто такие сказки рассказывала, то, что мы делили поле просто, не, то, что мы якобы делили поле просто вот разграничивыми, да, фишками. — А у тебя задача была, нам срать как, вообще ни один не должен идти на изоляцию, да? — Ну да, ну, только его сосед, как бы, его сосед, потому что, ну, 100% контакт был. — Ну, кто по комнате, да. — Это где был в Испании? Подготовка? — Да-да-да. — А в нижнем такого не было? — Нет, в нижнем. — Что так отлично сыграли? — Опустим, это всё. — Ну, это не Ксюша. — Нет, это Денис, я просто её хотел мне не услышать. — Ксюша, сделала всё, что говорила. — Укрири, пожалуйста, почему вот так получилось, как получилось? — Ситуация такая, какая она есть. — Всё, спасибо, Ксюша. — Самая универсальная фраза. — Самая универсальная фраза. Наташ, ну, что-нибудь придумала? — Нет. — Ну, хотя бы выдумала что-нибудь, нет? — А что должна придумать? — Ну, заканчивость была даже… — У меня есть вопрос такой, ну, смотри, такой вопрос. — С подковыркой? — Вокруг женского ригби вообще ходит очень много слухов. — Опа. — Разве? — Разве? — Вы как на меня смотрите, а о чём вы подумали? — Каких слухов? — Когда я сказал эту фразу, что пришло вам в голову? — Что ты их распускаешь. — Я? Нет, нет, нет. — Сто процентов. — Усатый таракан и ходит, и всё, он же. — Я просто закидываю. — Да-да-да, анониму хреначит в инстаграме, на всех подписан, и всё, и лопит. Гетман, он спит, понимаешь? Сейчас я тебе пришлю. — А должна быть на работе. — Да-да-да. — Должна быть на работе, и всё. — Так чё, о чём подумали? — Ну, я сразу вспомнила, что там что-то через постель. — Попадают куда-то? — В команды? — Да. — Есть такое? — Нет. — Ну, слух ходит. — Да. — Но этого нет. — Ксюха, ты в Испании кричала «Where is my snake?» — Нет. — Не было такого. — Я за ними ходила с тележкой в магазине. — У тебя нормально с этим? — За снэйками она ходит. — С English language. — Ну, не так, как у Васи. — Более-менее? — Не так, как у Васи. — Не, ну, Вася, ты ты что? — По шкале между Зорик Борисовичами и Камерами Борисовичами. — Она ближе всё-таки к моему английскому дачу. — Твоему или к Зорик Борисовичу своей? — Нет. — Ты просто молчал, да? — Да, я молчала и улыбалась. — Ну, когда ты девушка, это работает, Кирюка. — Когда девушка работает? — Когда ты здоровый амбал, как ты? — Не, нормально. Всё, в принципе, английский мой понимает. — Они по-русски понимаются. — Цели, девчонки, спортивные. Ну, по крайней мере, я думаю, к Наталье вопрос. Твоя спортивная цель вообще. Да чего ты собираешься топать? Ну, сейчас мастер спорта, чемпион России. Правильно, с чем тебя поздравляем? Владель Кубка России. — Да, да, да. — Этот сезон был просто бомба. — Херовая игра в сборной. Тоже поздравляем. Ну, такое бывает. — В Ригби-15 у нас только начинается. Правильно, 100%. — Ты, кстати, играла? — Супер турнир вот этот, который выиграл. — А, вы же чемпионство по пятнашке. — Да, да, да. — Наташа морская пехота там вообще развозила нормально. Дальше, Наташа, что, в принципе? — Я не могу ответить на этот вопрос. — Ну, подожди, но ты же строишь какие-то планы там, в принципе, правильно? — Да, ну, конечно. Совершенствоваться, становиться лучше. — Это всё понятно. — Это для комментариев там эти вот. Нам скажи, как есть, в принципе, ещё. Вот там года три попилю, а там посмотрим. — Ну да, я думаю, года три попилю, а там посмотрим. — В Европу нет желания. — Кирюх, ты не хочешь тексты писать для девчонок? — Нет, в Европу нет. — Вот написал уже. — Не, в Европу нет. — Да, да, да. — Ну, Европа там может быть какой-нибудь дёрнут. Дальше. — Не, у меня муж тут, я... — Ну, ничего страшного. Муж с тобой. — Лучше я с мужем. — Тоже хорошо, и всё. — Вот так, семья. — Всё, это важно. — У тебя есть какая-то спортивная цель? Можешь обратно в Мефи? — Ну, нет. — Поднимать с коленок? — Не, не, не хочу. — Почему? — У меня не тянет, не тянет, не тянет. — Дальше панель именно развитие в менеджменте. — Не тянет в регби поиграть. — Ну, бывает, кстати. — Сидишь, да. — Особенно, когда смотришь игру в фору. — Борис, давай ригмейку, я готова, блядь, и всё. Морозов, иди сюда, куча, всё, куча, всё, куча, всё, куча, всё. — Ну да, ну хочется так же улучшать себя, хочу поехать, ну, в идеале. — Опять в этот, какого? — Куда-нибудь за границей? — Герл Пауэр. — А, Герл Пауэр. — Нет, ну именно в какой-нибудь клуб или в федерацию, там, в Ирландию, посмотреть, как у них всё это изнутри работает. — Обмен опытом такой сделать, стажировку пройти за границей. — Зорик Борисович. — Зорик Борисович, вот обращаюсь к вам из этой прекрасной студии вместе с Василией Атемиевым, я смотрю в камеру, пытаюсь одним глазом, организуйте, пожалуйста, Ксении Гетмановой поездку, стажировку, да, в Ирландию, всё. — Между прочим, Зорик, мы, кстати, не спросили, он стажировался в Англии. — Вот, тем более, да, всё. Ксюхе надо развиваться, всё, она не хочет, она не хочет в МИФИ, она не хочет в МИФИ, она хочет развиваться в сборной Ирландии, почему-то, а не в сборной России. — Нет, именно получить обмен опытом, посмотреть, как у них всё это работает, это же тоже важно. — Почему в семёрку не попал, Натали? — Да блин, не знаю, ну, это их проблемы. — Согласен, согласен. — Сто процентов, всё. — Их ожидания — это их проблемы, между прочим. — А мы с вами, мы уже спрашивали девчонок, как вы думаете выступление наших девчонок на Олимпиаде? А оценивали её как-то? Или мы об этом не разговаривали? — Мы об этом не разговаривали. — Ну вот теперь вопрос, как вы оцените выступление наших девчонок в Олимпиаде? — Я горжусь тем, что они вообще вышли на Олимпиаде. — Это вообще понятно, блядь, это мы гордимся уже до того момента, как они уехали. — Кирилл просто комментировал и смотрел все игры. — Техническое основание вообще, в принципе, ну, именно игры. Вышли, все классно, это все исторический момент, блядь, первая попытка, там, все круто. Именно выступление. Давайте сейчас уйдем о том, что ты там менеджер сборной, ты игрок сборной, просто как обыватель. — Ну ты так просто не уйдешь, Кирюх, все равно мы все... — Мы все в регби, мы все завязаны, поэтому тяжело ставить так девчонок вот прям. — Нет, ну вы же можете, не то, что понятно, тяжело, просто я хотел услышать именно девчонок, как, ну, твои партнеры там играли, правильно? Ты там девочкам помогаешь в каком-то смысле. Ну, именно, ты же смотришь, вы можете смотреть именно. — Ты же тоже девочка. — Да, салендарность как-то все. — Вот именно выступление, просто там, ну, ваше мнение. — Ну, матчи, которые я видела, они бились прям, молодцы, все выкладывались. — Как вы все делали с Кенией? — Нет. — Какой? — С Великобританией, наверное. — Ну, мы на самом деле часть, как, частью федерации с Англией, Великобританией, Кенией и Новой Зеландией в группе. Потом Новой Зеландии опять, потом, ну, короче, я понял. — Кирилл комментировал себя матчами и уснул дважды. — И устал, да. Наташа, ты что скажешь? — Ну, я думаю, что их, наверное, немножко так расстроил матч с Великобританией, там, буквально реализация. — Да, да. — Это, мне кажется, сразу морально как-то немножко угнетает. — А то, что, типа, вроде ты на Олимпиаде, нихера страшно. — Ну, это тоже ответственность давит очень сильно. — Тут даже не дело, ну, дело не в том, что угнетает морально. Просто как только они проиграли Великобританией, понятно, что с Новозеландами тягаться тяжело, единственный шанс был зацепиться, на мой взгляд, хотя бы за какие-то медали, то есть попасть в полуфинал, это получить более-менее соперника равного им по силе в четвертьфинале. Но как только мы занимаем третье место, всего же выходят два третьих места лучших из трех групп. — И все равно ты, и ты будешь играть с первым местом другой группы, поэтому тут ты, скорее всего… — И мы играли с первым местом своей группой. — Своей же группой, поэтому мы попали, да, единственный был шанс, это получить более-менее… — Ну, если мы на Врансу должен, мы попали бы. — Ну, я думаю, с ними было бы… — Они с ними играли, и много раз выигрывали, да. — И выигрывали, да, да. — Так что шанс был 100%. — Это Франция, которая играла на Олимпиаде, судя по, ну, чисто мое мнение, это Франция, которая была прям конкретно собрана и замотивирована, играла в свою игру. — Я думаю, именно в мотивации суть, когда ты играешь… Ну, я позиционирую себя на место наших девчонок, выходить против Новой Зеландии, понимая, что это, ну, наверное, лучшая страна в мире, неважно, мужская, женская, семерка, пятнашка, ты понимаешь, что ты уже, наверное, часть этой битвы проигрываешь где-то, когда выходишь против All Blacks или Black Ferns, да, женская. Поэтому, выходя в самом решающем поединке, именно в четвертьфинальном против Black Ferns, проиграв им до этого 30 очков, я понимаю, почему девчонки, может быть, не собрали весь свой внутренний потенциал и не смогли его выплеснуть на поле. Мне это понятно. Скажем так, мы все недовольны результатом, наверное, но… — Да, все всегда будут недовольны результатом. — Да, но все всегда найдутся, все, кто будет недоволен результатом, даже если ты завоюешься. — Ну и нормально все, мы девчонкам благодарны, что они порадовали нас несколько ночей своей хорошей игрой. — Кирилл, просто, я еще раз скажу, он комментировал в три часа ночи, каждый день, в протяжении трех дней, да, я вставал, я так бесился, блядь, просто типа рядом со мной сел человек, который, ну, не из мира регби, он просто коммендатор, это Леша Пишнин, ему огромное спасибо, он просто сидел, как бы, ну, скажем, на лицо смотрел, я вижу, сука, тут бежит, а у меня наушники умеет, включай микрофон, и все, я беги, беги, давай все, то есть, когда вот этим, я переживал, когда, ну, это, блин, бредовая херня, когда наши заносят попытку, заносят середина, Кристина, заносят попытку, они бьют реализацию, Кристина уходит на замену, сука, поднимите руку, скажите, что идет замена, Баранчук стоит, ждет, пока поменяется середина, а судья просто смотрит на время, когда истечет 30 секунд, у них есть 30 секунд, после реализации вести мяч с отчаянным ударом. И что, там был косяк, кстати? Конечно, был штрафной, агреченец на схватку, и бы занести нам попытку, все. А, да ладно, за то, что мы эти все тянули время? Понятно, понятно. А просто потом был момент, когда фиджики, понимая, что они, играя с новозеландками, заносят попытку, у них идет замена, она поднимает руку, и судья говорит, тайм-офф, оставила время, дала поменяться, дала поменяться, и, соответственно, играли в удар. Вот из этих, но это, я думаю, что это была… Это не к девчонкам вопрос, это не к девчонкам – Да, 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 до сих пор все. – Мышцы вы начали сверкать здесь. – А если бы был какой-то, ну, там, на чемпионатах Европы, у тебя вам, понятно, там, не с кем не дралась. Я, там, с менеджером это все остальное, ты просто… Ну, вот, играли вы с испанками, которые говорили о том, что вы по сравнению с ними, как котята. Ну, а есть ли возможность именно перебороть этот барьер? То есть за счет чего, как ты думаешь, мы могли бы, соответственно, сборной нашей женской… Вот сейчас те девчонки, с которым ты играла, у нас, кстати, впервые, можно отметить, был проведен чемпионат России по рэкби 15 среди женских команд, правильно? – Второй год. – Подожди. – В прошлом году было что-то подобное. – Не, не было ничего официального. – Ну, официально не было, да, но это было… – Официально, да. – Девчонки собрались, да. – Во сколько? – На 40, а у вас – на 30. – Но мы собрали 4 команды в прошлом году. – Нет, это круто. – Наташ, не был неофициально. Вы там где-то играли в подполье, все. Поэтому неофициально. В этом году официально был первый чемпионат России по рэкби 15 официальным чемпионом, да. Центральный спортивный клуб, вот ты против тех девочек играла и с теми девочек, которые ты играла. Есть там те девчонки, которые могут составить конкуренцию вот этим испанкам? – А у нас по России? – Да, да, да. – Нет. Казахстан, Украина, Лид-2, Прибалтика, Беларусь. Вот про них я имею. – Но мы же собирались, российская команда, играли против Испании. – Это же, нет, чемпионат клубный. – Чемпионат нашки прошел после того матча. – Я имею в виду вот сейчас с кем ты играла. Вот если там будут какие-то, если тестовые матча… – Новые звездочки какие-то появляются. – Те, которые кажутся, что типа, ну, ну, нормально что-то. Охеревшие по крови. – Звездочки пока старые. – Старые, старые звездочки. – Да. – То есть у нас поколение сейчас пока сложновато. – Нет, у нас вот со сборной Испании играли хорошие игроки, например, как Амина Сейлонову. – Да, да, да. – С ССК, да. – С микрофоном. – Вот она хорошо себя показала, тренер ей очень доволен был. Человек, по-моему, сколько, 19 или? – Ну, она тоже, да, по-моему, ровесница эмки. – По-моему, она на год помладше. – Ну, не genau, не понял. – В общем, пятнашку, у нас столько зарождается, возвращается эта история женская. – Ну, тебе нравится пятнашка или семярка? – Ч troisième? – Там dancedICE бегать нахер из-за ради шна. – Потому что это шахма. – Она всем нравится. Потому что это шахма, конечно, нам больше нравится шахматы, а не шашки. – Вот так то. – Я согласен. – Я про мюзикла сейчас, кстати. Очень нравится шахматы башьи на 4155? – Пятнашка. Ну, смотреть пятнашку. – А в семярку? – 2805 nào. раньше нравилось сейчас уже не нравится а посудите сейчас коллег поездить семерку потому что пятнашку тяжело не разберешься бегать куда-то на упал доставай давай это брейк да это брейк дэнс сейчас вот вам кита нового видения есть фасборде там вызываете куда-то там вортрек били что-нибудь такое нет нет в этом году сделали курсы для физиотерапевтов по моему и для кого-то еще они уже прошли на курсы записаться девчонки спасибо вам большое за разговор это очень была насыщенная беседа у нас заключение традиции традиции да да скажи какая тема у нас традиции в заключении традиции у нас такая девчонки пару напутственных слов мотивирующих для наших молодых спортсменов спортсменок давайте это отдельно даже девчонок девчонок вот именно для девчонок да вот то что типа есть девочки которые я сейчас у нас сборная москвы правильно победитель спартакиада среди какого возраста с я победить таки а однако дмитрий половых привет и кстати мужская сборная москвы тоже своего возраста там каком-то или там один розус провели который до 8 18 летний у нас была спартаке от молодежи типа... Есть протагиада школьников? Нет, вот эти сейчас играли, там играл как раз наш Гриша Вайтенко. 2004 год, им 17. 17 лет, до 18 лет, значит. И все. Вот женская команда, чемпионка Москвы. Когда в последний раз чемпионами Москвы становились московские команды? Чемпионами Москвы, московской команды, ты сильно сейчас сказал. Это специальный был вопрос. Ты управляешь, и все. Ты слушаешь, что я тебе говорю, и все. Короче, когда... Чемпионами статокеады да, всероссийские становились команды из Москвы. Женские или мужские? Ксюш, быстро, быстро отвечай, это квиз. Ну, в этом получается. Хороший просто нос, суком, подбородок, и все. Пару слов, напутственных для молодых спортсменов. Может быть, даже не только рэкбисты, просто девчонок, которые могут... Да, которые любят их атлетику, которых в 17 лет обманывают, подписаны с ними контракты. Связать свою жизнь со спортом, да, скажем так. Ну, если вам что-то действительно нравится, не бойтесь и идите вперед, несмотря на то, что там кто-то говорит, что кто-то против. Если вам это действительно нравится, берите и делайте. Можете добиться успеха даже в самых мужских коллективах и профессиях. Спасибо, Ксюша. Наталья? А вы реально думаете, что... А вы что? Что девочки, которые хотят в легкую атлетику, смотрят подкаст про рэкбер. Возможно, просто попадется кто-нибудь, кто смотрит подкаст про рэкбер. Это же не только про рэкбер. Мы говорим про спорт, про людей. Если девочка, ну, из школьницы, скажем, которая просматривает YouTube, и у нее всплывает подкаст с двумя красивыми девушками из спорта, она, может быть, и захочет вас послушать. Почему бы нет? Я хочу... Ты специально обращаешься. Для тех всех, кто увидит подкаст, взгляд срака. На самом деле, да, я считаю, что нужно стремиться к своей цели. Если ты чего-то действительно хочешь, нужно добиваться, нужно пытаться, не знаю, прям всеми силами просить помощи. Это очень хорошо, кстати. Нужно уметь просить помощи. Не бей меня, блядь. Пожалуйста. Ну, чтобы кто-то помог, чтобы кто-то стал проводником. Это очень классно, на самом деле. И многие взрослые игроки... И принимать эту помощь, надо уметь. Да, да. Игроки, они помогают. Если, ну, нужно как-то, не знаю, познакомиться с тренером и так далее, то помогают всегда. Хорошо. Девчонки, спасибо вам большое. Огромное спасибо. Было приятно с вами было пообщаться. Вы очень сильно украсили нашу студию. Без вас здесь были бы два этих грустных лица и куча черных занавесок. Поэтому вы очень... Вот это время потрачено было не зря, скажем так. Вам, дорогие телезрители, большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, пишите комментарии, кто из девчонок вам нравится. Наташины данные контактные мы там не будем оставлять в описании. Ищите контактные данные Ксении Александровны. Если вам больше 24-х, если вы красивый, высокий мужчина, пожалуйста. Можете написать. Вы можете быть судьей СПРМ. Спасибо, что смотрели. Смотрите следующие выпуски, будет еще интереснее. Нет, вряд ли будет еще интереснее. Будет так же интересно. Мы всегда с вами. Василий Артемьев. Кирилл Гошарин. Взгляд срака. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok